привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня у меня на канале опять эксперимент дело в том что когда я приготовил вяленую мойву мне один из подписчиков написал а я готовлю мойву не сухим засолом а в тузлуке или в тузлуке попробуй и ты тебе очень понравится скорее всего я с этим подписчиком соглашаюсь потому что раньше и я всегда рыбу солил в рассоле просто этот рецепт который я нашел у андрея ростовского мне понравился своей простотой и быстротой поэтому сейчас мы сделаем эксперимент у меня одна часть рыбки будет солиться сухим способом то есть в соли а вторая часть рыбки будет солиться в тузлуке для полноты эксперимента я еще добавил рыбку салаку салака это рыба из семейства сельдевых очень простая и очень дешевая а мойва это рыба из семейства корюшковых это рыба немножко подороже но более интересного вкуса сейчас я приготовлю тузлук для тузлука я использую воду и соль на 1 литр воды я беру 350 грамм соли для правильного приготовления тузлука нужно горячую воду всыпать соль полностью растворить и охладить водичку для того чтобы вкус рассола был более интересным можно добавить чайную столовую ложку сахара сахар это настоящий природный усилитель вкуса и так готовим тузлук и солим это салака а это мойва эти рыбки медленно размораживались холодильной камере холодильника при температуре 5 градусов вот такие хорошие упругие тельца у них приступаем к засолке тузлук я приготовил и охладил до комнатной температуры здесь у меня сверху лежит мойва а под низом салака я заливаю обе рыбки тузлуком концентрация соли такая что она даже при кипящей воде полностью не растворилась это ничего страшного и оставляем два часа не просаливаться вторую рыбку я засаливаю сухим способом здесь у меня три части соли и одна часть сахара на одно кастрюле я высыпаю немного смеси соли и сахара выкладываю на нее рыбку при сухом способе посола расход соли намного больше рыбка очень красивая интересно какая на вкус будет вяленая совака прошло два с половиной часа рыба в сухом посоле и рыба в тузлуке уже засолилась посмотрите рыбка которая была в рассоле или в тузлуке вот такая аккуратненькая ровная и хорошенькая то которая была сухой соли она как будто бы немножко сморщенная сейчас я промою эту и ту рыбку рыбка которая солилась двумя способами уже на шампурах это шампура который подарил мне мой подписчик валентин большое спасибо очень удобные шампура рыбка будет вялиться сутки или полторы в зависимости от того какого размера была тушка я думаю салака будет вялиться чуть дольше моего чуть меньше и вот настал день ч то есть день пива друзья я уже заранее скорее всего знаю ответ какой способ посола будет лучше я проанализировал все свои действия и я предполагаю что посол в тузлуке то есть посол в рассоле должен показать себя с лучшей стороны то есть то что посоветовал мне мой зритель и так попробуем вот вот эта первая рыбка она солилась в тузлуке для того чтобы эксперимент прошел очень чисто нужно выбрать две рыбки одинакового размера вот это в тузлуке я выбираю вот пробуем аромат пахнет морем именно классно когда ты пьешь холодное пиво очень вкусная и рыбка ты сначала ее нюхаешь слюнки текут она так прекрасно подсушилась она сушилась всего полтора дня при комнатной температуре мой какая она жирненькая и обалденная рыбка очень жирная подсушилась хорошо даже можно было чуть-чуть меньше подсушивать в меру соленая она солилась два с половиной часа пока ничего больше сказать не могу сейчас я попробую рыбку которая солилась сухим посолом так рыбка которая солилась сухим посолом самый простой способ ее почистить это снимать со спинного плавника она как будто бы больше высохла хотя размер одинаковый зависимости от того времени года в котором ловилась рыба она может быть или более жирная или совсем пресная эта рыбка попалась вот такая жирная потому что прошлая рыба была совсем без жирка я люблю когда рыбка жирная не как будто бы чуть меньше соли хотя солилась одинаково попробуем вот эту я понял обалденно смотрите в чем разница разница почти неуловима просто одна рыбка чуть-чуть отличается от другой но они обе вкусные чуть-чуть отличается сама текстура возможно какая-то рыбка больше подсохла возможно нет я не скажу какая из них лучше вопрос том как вам проще готовить или сухим посолом или в рассоле но по самим ощущениям вкусовым обе рыбки прекрасные поэтому здесь я пока не могу выбрать но у нас еще есть отличный бонус потому что есть рыба она называется салака она в два а то и в три раза бывает дешевле чем моего попробуем как на вкус она тоже прекрасно подвялилась салака не такая жирная как моего и мне должен быть совершенно другой вкус салака из отряда сельдевых поэтому это как будто бы маленькая селёдочка сейчас я пробую рыбку салаку которая солилась в тузлуке то есть в рассоле прекрасный аромат именно таких маленьких ребёшек которые овяленые ими можно наслаждаться как семечками рыба и салака и мойва садились в одном и том же тузлуке в одной и той же посуде салака более просолилась мясо более упругое более пресное совершенно другой вкус чем у мойвы теперь попробуем такую же по размеру салаку которая садилась в сухом рассоле вернее в сухой соли аромат такой же легкий свежий морской тоже сушилась сутки она уже высохла то есть хотелось бы чтобы она даже была посочнее салака соленая солью кажется более плотное мясо попробуем эту еще раз да это как будто бы немножко точнее та которая была соли обе рыбки очень вкусные но только если у вас отличное хорошее свежее и очень вкусное пиво друзья мои выводы оба способа прекрасны я не скажу какой способ лучше сухая посолка или посолка в рассоле вопрос в том что вам проще и как вам быстрее и легче сделать если мы говорим о тузлуке то сначала нужно приготовить рассол для этого нужно закипятить воду солью и охладить ее если мы говорим о сухом посоле то расход соли намного больше чем для тузлука эта рыбка солилась сухим способом эта рыбка солилась в рассоле по вкусу и по аромату они обалденные по текстуре и они абсолютно замечательные рыбки сушились в одном и том же месте но почему то какая-то рыбка высохла больше какая-то меньше поэтому очень сложно сделать какие-то беспристрастные выводы по качеству посола и по качеству веления но по вкусу обе рыбы замечательные я не знаю каким способом я буду солить следующий раз рыбку когда захочу выпить пивка но попробуйте вы и пишите в своих комментариях что вам понравилось больше сухой способ или способ в рассоле а я сейчас хочу вам всем пожелать приятного пивопития это очень классно когда у вас есть свежее пиво и обалденная вяленая рыба я так быстро говорю потому что слюнки уже текут друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии ссылочка для того чтобы подписаться на мой канал вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех моих новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место